мир вам дорогие мои братья и сестры я хочу сегодня поздравить вас с наступающим праздником светлой христовой пасхи у меня для вас небольшой концерт сегодня написала стихотворение этой песне дух бодр хоть немощная плоть песне христе моем воскрешен нам даровал свою любовь заблудшим и безмерно грешным он нас на волю отпустил из рабства сатаны избавив нам на кресте грехи простил и новый нам завет оставил покайся грешная душа ведь ждет тебя господь спаситель и ты его они своя он наш от ада избавитель христос воскрес воспой любя и утро новое настанет дорога в рай ведет тебя где навсегда господь оставит христос воскресе среди сотен путей и широких дорог путь тернистый узкий ведет к жизни вечной верю там ожидает нас с вами друзья наш спаситель воскресший наш Наш Спаситель Воскресший, Наш Спаситель Воскресший, Наш Спаситель Воскресший. В сердце раны Христа Он страдал за меня, Шел, сгибаясь под тяжестью, Крест свой несущий. Ты, прости, мой Господь, Недостойная я, Но ведь Ты всемогущий, Ты один всемогущий, Но ведь Ты всемогущий, Ты мой Бог всемогущий. На душе так светло, А на Богу поет. Отпустила тоска, Скорби сердце гнетущих. Наш Спаситель Воскресший, Песнь летит к небесам. Он воистину сущий, Он воистину сущий. Он воистину сущий, Он воистину сущий. Самый главный напев Этот гимн торжества. Песнь блестовой любви К себе верных зовущий. Ждет Воскресший Иисус, И тебя, и меня. Он наш Бог вездесущий, Он наш Бог вездесущий. Он наш Бог вездесущий, Он наш Бог вездесущий. Спаси, Христос. Христос Воскресе. Зачем грустить сегодня, Когда Христос воскрес? Пусть люди Всего мира Услышат эту весть. Гимн ангелы возносят Воскресшему Царю. И я пою ликуя, И всем вам говорю. Вечное спасенье Даровал Иисус Христос. Радостно на сердце Не сдержать от счастья слез. С трепетом целую Чашу Господа крови. Новый нам дарует Он Завет Своей любви. Живем в такое время, Когда свободны мы. За веру нас не гонят, Мы в храм идти должны. Господь нас призывает, Еще открыта дверь. Он нам грехи прощает, Лишь ты в Него поверь. Вечное спасенье Даровал Иисус Христос. Радостно на сердце Не сдержать от счастья слез. С трепетом целую Чашу Господа крови. Новый нам дарует Он Завет Своей любви. Нам Библия святая О Боге говорит, Что в мир пришел Спаситель, Все новое творит. И кто ее читает, Об этом узнает. Крещение принимает, В рай Дух Святой ведет. Вечное спасенье Даровал Иисус Христос. Радостно на сердце Не сдержать от счастья слез. С трепетом целую Чашу Господа крови. Новый нам дарует Он Завет Своей любви. Радуются люди, Что Иисус Христос воскрес. Радуются звери, Океан, земля и лес. Всякое дыхание Воздаёт хвалу Творцу. И я в общем хоре Эту песню вам несу. Аминь. Христос воскрес! Аллилуйя! Радуйтесь, братья и сестры. Христос воскресе, дорогие мои. Я о Христе вам расскажу, Я о Христе вам расскажу, О Сыне Божием воскресшем. Он нас любил, Он победил, Своим распятием От кромешны. Он добровольно шёл на крест В страданиях уст, Не отверзая грехи всех. На земле людей Своей кровью омывая, Я о Христе вам расскажу. Сына великая любви, Заблудных нас отдал Бог Сына. И новый нам завет в крови Оставил, чтоб спастись могли мы. Нас больше жизни возлюбил, Долги нам на кресте прощая. Рай людям двери отворил, Всех, кто поверил, Приглашая. Я о Христе вам расскажу. Христос умер за нас и воскрес. Христос воскресе, братья! Хочу исполнить вам несколько песен, Что я за год написала. Спасение, избрание и в царство попадание Творится вовсе не без нас. Лишь было бы желание, Лишь было бы желание, Чтобы Господь от ада спас. Но как прийти к спасению, К духовному рождению, Когда весть о Христе не слышим? Чтоб выросло растение, Нужно на благовестие, Чтоб сейтель сеть вышел. Надо б народиться, Надо б народиться свыше, Свыше. Дух святой, где хочет, Дух святой, где хочет, Дышит, дышит. Голос ты его, Голос ты его услышишь, Слышишь? Ведь зовет тебя, Ведь зовет тебя Всевышний, Вышний. Слышание слова из Библии святого У людей рождает веру. Ко Христу приводит, И в водах крещения Дух от Бог дает без меры. И духом крещенный, Сердцем обновленным, О Христе молчать не сможет. Дальше понесет он людям Божье слово, Господу прийти поможет. Надо б народиться, Надо б народиться свыше, Свыше. Дух святой, где хочет, Дух святой, где хочет, Дышит, дышит. Голос ты его, Голос ты его услышишь, Слышишь? Ведь зовет тебя, Ведь зовет тебя Всевышний, Вышний. Слава тебе, Боже, Хвала тебе, Боже, Людям ты даешь спасенье. На кресте даруешь, На кресте даруешь, Ты в крови своей прощенье, Водами крещенья, В церковь Божью вводишь, В дар даешь святого духа. Залог жизни вечной, Нам дай быть небеспечными, Не угощать в себе нам духа. Надо б народиться, Надо б народиться свыше, Свыше. Дух святой, где хочет, Дух святой, где хочет, Дышит, дышит. Голос ты его, Голос ты его услышишь, Слышишь? Ведь зовет тебя, Ведь зовет тебя Всевышний, Вышний, аминь. На мелодию песни березы С возрастом нас прошедшие Ранят года, Осознанием вины В душах страх пробуждая. Если б молодость знала, А старость могла, А напрасно растрачен нам Времени к Богу стянаем, Пусть покатятся слезы Горячим дождем. От присохших грехов Совесть нам Омывая. Слово Божье Откроет нам сердце Ключом, К покаянию Нас Призывая. Милосердный Господь, Не отринь, Не покинь нас Горячей отцовской Любовью. Блудным детям Своим Ты прощенье Даруй, Омывая Святой Своей кровью. Ныне День покаяния Люди Настал. День, Быть может, Последний Для многих Сегодня Нам его Для спасения Бог даровал, Продлевая Нам жизнь И здоровье, Самый важный Для жизни Отшествия Час. Помоги нам С Тобою Господь Встретить Где-то Примиренными С Богом Путь Вечность Начать. Озаренный Божественным Светом Милосердный Господь Не отринь Не покинь Нас Горячей Отцовской Любовью. Блудным Детям Своим Ты прощенье Даруй, Омывая Святой Своей Крою. Милосердный Господь Не отринь Не покинь Нас Горячей Отцовской Любовью. Блудным Детям Своим Ты спасенье Даруй, Омывая Святой Своей Крою. Христос Воскресе, Братья и Сестры. Такая немного шуточная песня у меня получилась на простенький мотив о своей жизни. Непростым был мой жизни путь. Я была сорвиголовой, помню в детстве огромный хряк, в ярости погнался за мной. Злобно он на меня глядел, черной весь щетиной оброс, я решила, ну все, конец, побежала и в речку бросилась. Добрый ангел меня хранил, светлый ангел меня сберег, хоть держаться не было сил, ангел-хранитель в беде помог. В пятом классе тонула я, когда без спросу купаться пошли, и откуда там яма взялась, ведь пляж Булыгина был намелим. Я нырнула, на дне стою, но в душе так спокойно мне, оглянулась вокруг и вижу, что-то красное выше нем. Добрый ангел меня хранил, сому-то выплыть мне помог, хоть держаться не было сил, ангел-хранитель в беде сберег. Когда в юности на коне я скакала в горном ручье, властный голос вдруг мне сказал, поскорее с него слезай. Спрыгнуть только успела я, конь на камне в ручей упал, стал кататься по ним, была б беда, если б ангел не помогал. Добрый ангел меня хранил, светлый ангел меня сберег, хоть держаться не было сил, ангел-хранитель в беде помог. И всегда ангел мой со мной охраняет и бережет, он меня будет по утрам, дела добрые делать зовет. И надеюсь, когда-нибудь, когда жизнь подойдет к концу, светлый ангел со мной взлетит в небеса к Господу Отцу. Добрый ангел, хранитель мой, за все тебя я благодарю, не зря возился всю жизнь со мной, надеюсь, будем с тобой в раю, надеюсь, будем с тобой в раю. Аминь. Хотелось бы исполнить песню для нашего любимого брата, старшего, Виктора Андреевича Яковлева. Есть ангел на свете, простой человек, но всем он поможет и выручит всех. За ближних страдает, кто в боли кричит, а сам зубы стиснет и тихо молчит. Он мягок, предельно корректен, но в деле горячий боец. Для общины маленькой нашей от Бога он врач и отец. Для общины маленькой нашей от Бога он врач и отец. Поможет всем ближним, чем сможет, болящим и страждущим всем. Поможет всем ближним, чем сможет, болящим и страждущим всем. А сам, ну а сам бескорыстен, лишь взор на Иисуса Христа. Есть ангел на свете, простой человек. Но всем он поможет и выручит всех. Спаси Христос, Виктор Андреевич. Многое лето. Святая Богоматерь. Всех совокупность совершенств и добродетелей земных Пять с половиной тысяч лет. Такую ждал Господь для Сына. Какую она быть должна? Христа, чтоб вырастить для всех. Быть твердой в вере, как скала. Пред Богом быть смиренней всех. Быть мудрой, чтобы воспитать. Не пресмыкаясь, ведь Он Бог. В терпении свой крест нести. Среди испытаний и тревог. Суметь от сердца оторвать Своё любимое дитя. За грех людей на смерть отдать. Не проклиная, а любя. И сына смерть перетерпев. Как мать апостолам всем встать. Их укреплять среди невзгод. Пример им мужества подать. Ты, вознесясь на небеса, Не оставляешь нас в беде. И, разделяя нашу скорбь, Помочь стараешься везде. Мария, наша Госпожа, Надежда наша и покров. Ты молишься за нас всегда, Чтоб мы пришли под Божий кровь. Чтоб мы пришли под Божий кровь. Пресвятая Богородица, Святыми Твоими всесильными молитвами И помощью спаси нас. Аминь. Мир вам, дорогие мои братья и сестры. Вот прошел уже целый год С тех пор, как я последний раз Выставляла свои стихи и песни. Сейчас идет Великий пост, 2024 год. Хочу вам представить Хотя бы небольшую часть из того, Что Бог дал за год мне написать. Хочу сразу напомнить, Если кто первый раз меня смотрит, Что я не певица. Я просто хочу представить Свои стихи и песни на музыку. Где-то своя родилась простая мелодия. Где-то на музыку известных исполнителей. Чтоб прославить Господа. Два брата, Моисей и Аарон. Два брата, Моисей и Аарон. В стране египетской когда-то жили. В землю обетованную народ Из рабства фараона выводили Игнатий, Игнатий, брат его и Акин. В земле алтайской здесь у нас родились. Во время лютое безбожное годин. Они перед валом не склонились. Был старший проповедником Христа. Нес людям в мир заблудшим Божье слово. Сидел за это в тюрьмах, лагерях. Нечая даже выйти на свободу. Но благ Бог к исповедникам своим. Он дал ему лет долгих мирной жизни. Открыл Игнатий церковь для молитв. И много сделал для своей отчизны. Учил он в институтах и везде. Где люди слушали Иисуса словом. И много книг издал, спасли, чтоб все. И были ко Христу прийти готовы. Еще Игнатий лагерь основал. Потратил на него почти полвека. И в нем детишек сотни воспитал. Чтоб вырастить достойных человеков. Объездил с братьями почти весь мир. Все страны благовестия марошая. В библиотеках и оставил много книг. На веки свое дело продолжая. Стал младший брат священником Христа. Из праха поднял православную деревню. По поясу в воде крестил людей. Их возрождая истинным крещением. По полю ехал к нам в любой мороз. Чтоб в городе была у нас здесь служба. Простым он был, как бы один из нас. Овечек пас и посещал недужных. Всегда мог дать он мудрый нам совет. От разных искушений отвращая. Был прозорливым и терпел навет. Свой взор лишь к Иисусу обращая. Труды их дальше будут жить в веках. Пока еще стоит земля на месте. За нас молиться будут в небесах. Чтоб мы могли спастись и быть всем вместе. Взирая на кончину жизни их. Всегда как они Богу угождали. И мы все лучшее возьмем от них. Им в вере и в старанье подражая. Игнатий, брат его и Аким. В земле Алтайской здесь у нас родились. Из рабства сатаны советских лет. Они народ свой к Богу выводили. Как редко можно встретить на земле. Такое повторение событий. Мы на порохе выхода вовне. Дай Бог нам сил достойно пережить их. Аминь. Благослови Господи. Христос мне путеводная звезда. К спасению ведет она всегда. Когда затменье вдруг скрывает образ твой. Я чувствую, что ты еще со мной. Я чувствую, что ты всегда со мной. Бывает в жизни всякое порой. Но знаю, ты ведешь своей тропой. И верю, не допустишь никогда, Чтоб сатаною я была побеждена. Чтоб сатаною я была побеждена. Когда земной закончится мой путь, Ты дай Господь к ногам твоим прильнуть. Все горести остались за кормой. Рай вечный навсегда наш дом родной. 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 На песню клюн. Мир возле лежит, расплодился грех Мама с папой есть, у деток не у всех Родитель нам бы вам, родитель нам бы чум Мир с ума сошел, я сказать хочу Мир с ума сошел, мир с ума сошел Мир с ума сошел, я кричать хочу Тяжело найти на земле любовь Нужно, чтоб Господь ее дал нам вновь Только во Христе сила есть любви Нам ее дает он в своей крови Нам ее дает, нам ее дает Нам ее дает он в своей крови Хочет сатана всех нас в ад загнать Только со Христом мы можем устоять Доказал любовь к нам он на кресте Чтобы в рай нас взять, где спасутся всем Чтобы в рай нас взять, чтобы в рай нас взять Чтобы в рай нас взять, где спасутся всем Эта песня была о безумстве, что сейчас творится на Западе Какие законы принимаются, где однополые браки и родители Одного пола могут усыновлять детей И неизвестно, какие там садомские грехи в этих семьях происходят Убереги Господи Слава Богу, что у нас в Конституции прописано Что у нас семья — это отец и мать Свет Рождества На мелодии Игоря Суруханова «Скрипка леса» Грустная картина из давнего прошлого Видится мне Служба ночная в храме заброшенном В холодной мгле Старенький батюшка перед иконами Тихо кадит Клир зябка кутаясь в платочке старые Канон творит Свет Рождества В храм нас идти зовет Сердце словам Богу хвалы поет Кануло в лето безбожное прошлое И в новой стране Вспомнили люди и Бога забытого Радостно мне Строятся в церкви повсюду хорошие Служба идет На Рождество Чтобы прославить Господа Спешит народ Свет Рождества В храм нас идти зовет Сердце слова Богу хвалы И пусть всегда в сердцах людей радостно Светит звезда Дети детей наших, как и мы Будут славить Христа Храм Храмами станут Иисусу рожденному Веру найдут В царстве небесным Иисусу рожденному Иисусу рожденному В людях не заглушить Свет Рождества Вечно в них будет жить Пусть вечно в них будет жить Пусть вечно в них будет жить Время уходит вдаль Не остановишь бег И на душе печаль Бедный я человек Нет уж тех сил в руках Часто болит спина Холода, вечный мрак Пугает во время сна Чем ближе жизни конец Тем сильнее тоска Что ждет, когда смерть придет Только от гроба доска Могилы холодный мрак И ползанье там червей Я вдруг о Христе узнал Иисус открыл в небо дверь Две тысячи лет назад На землю он к нам пришел Грехи на себя мои взял И все их на крест возвел Страдал тяжело за меня Чтобы я мог спастись Покайся скорее душа Чтоб Господу вознестись И чудо случилось вдруг Как спала пелена На веки вечный нам Жизнь во Христе дана Есть после смерти свет Цветущий Божий рай Болезней страданий там нет И счастье льет через край Жизнь обрела вновь смысл Нужно добро дарить Ближнему помогать О Господе говорить Смерть больше не страшна Ее ведь и вовсе нет Есть только переход В Господа чудный свет Есть только переход Вечный блаженный свет Во время особое, время последнее Дал нам Господь проживать Встретим еще мы Иисуса рождение Бог нам дает благодать Скручены в свиток страницы истории Время подходит к концу Дай Бог устоять В испытаниях и горе нам С победой прийти ко Христу Рожденный Иисус В наших душах, как в ясельках Пусть место найдет навсегда Нам будет опорой, защитой и радостью С ним даже смерть не беда Родился Иисус, чтоб спасти человечество От рабства греху искупить Мы созданы Богом для царствия вечного у меня получилось много путей много дорог в мире бушующим этом но только одна тебя приведет царство добра любви света только верой в иисуса люди в мире спасутся и его жертва святая от греха омывает только верой в иисуса люди в мире спасутся его жертва святая от греха омывает ты на пути не одинок хоть трудный он и тернистый ведет тебя любящий бог рядышком ангел лучистый только верой в иисуса люди в мире спасутся его жертва святая от греха омывает только верой в иисуса люди в мире спасутся его жертва святая от греха омывает церковь христа примет тебя здесь твои братья и сестры этот корабль в небо плывет там всех господь господь верных ждет только верой в иисуса люди в мире спасутся его жертва святая от греха омывает ну все горло больше не позволяет спаси христос что слушали меня так долго слава христу хочу вам прочесть сегодня свои стихи достаточно большое количество сколько я смогу сколько осилю я прочитаю если кому то может быть интересно и полезно но слава богу вот за эти два года что я выставляю свои стихи и песни много людей заинтересовалась 5000 у меня подписчиков на стихи ru читателей страничку не помогли сделать очень много народу заходит отзывы хорошие есть как хорошие отзывы так и плохие отзывы оказывается очень много сектантов наше время и не просто сектантов страшных ересей и не понять вообще в кого люди верят такие страшные химеры и в сатану и поклоняются дьяволу поэтому конечно от таких людей поступают очень негативные отзывы наше дело правое как говорится во славу боже в окружении лесов лук вдали лежит травина каждый колосок ветер шевелит пробираясь сквозь бурьян маленький ручей радостно к реке бежит поделиться с ней мы как эти ручейки эти колоски церковь божью создаем мощностью реки пусть мы слабые одни но когда семья вместе будет миллион братьев у меня умножается у нас радость на земле от того что божий глаз слышится везде каждый дальше понесет людям эту весть что за них умер христос спасение миру есть а я совсем не герой сражаться с самим собой от трудности я бегу их победить не могу героем стать нелегко когда с тобой никого но если рядом христос ты с ним в героя возрос поможет в битве христос грех одолеть не вопрос их на себя иисус взял грехи на крест он поднял совсем немного нам осталось до вечности короткий путь все что предсказано сбывалось осталось лишь еще чуть-чуть успеть греха пороки сбросить воды крещения нырнуть тогда иисус христос спасет вас придете в вечность отдохнуть вот комментарий я писала одному человеку вижу талантливый вы человек но не в угоду лезть жаль когда разве для развлечения толпы пишется то что есть нужно лишь доброе нам пробуждать что заложил нам творец душу людей ко христу обращать касаться их сердец если господь дал особый дар его нужно употребить чтоб в царство небесное души собрать путь ко христу открыть все то что еще есть на земле сгорит лишь только евангелие свет спасения верующим принесет там уже смерти нет как удивительно устроен мир в нем люди в радости христа не принимают но только жизнь прижмет у тех былой кумир уходит все о боге вспоминают но удивительнее то что инвалид без рук без ног а бога прославляет он счастлив хоть и все внутри болит сердца людей он к богу обращает он не озлобился и себя не убил божья любовь от смерти сохранила обрел он веру весь объездил мир в нем сила божья благодать открыла из уст его потоком льется речь словами библии людей христу пленяя для нас ленивых в этом он пример все может человек когда желает и пусть ты немощен но с богом ты силен и он тебя в страданиях укрепляет и в инвалидном кресле ты орел твоя душа пред господом летает это я посвятила стихотворение нику вычичу и антону борисову и другим мужественным христианам проповедником посвящается пред богородице склоняюсь сердце матери это от лица как бы девы марии я долг свой до конца должна исполнить о миссии христа всегда я помню оружие самой пройдет мне душу но я свое призвание не нарушу держу я у креста свое рыдание не покажу сыну мое страдание я мать его я в муках укрепляю хотя в душе от горя умираю о как хотела б я родной сыночек с тобою муки разделить те очень а ты меня как всех людей спасаешь и сына мне другого предлагаешь прошу возьми меня с собой скорее мне вместе быть с тобой всего милее но жизнь свою должна я продолжать чтоб матерью апостола мне стать пятнадцать долгих лет от смерти сына вот и моя приблизилась кончина от жизни на земле освобождаюсь навеки со христом соединяюсь прощайте мои верные друзья без помощи вас не оставлю я в молитвах кто меня здесь призовет тот помощь и поддержку обретет пресвятая богородица святыми твоими всесильными молитвами и помощью спаси нас воюют народы страдает земля в осколках вонзенных стоят тополя крик птицы не слышен сбежала леса разрушены рощи поля и леса повсюду воронки как язвы в земле посевы сожженные мины везде от дыма пожарищ слезятся глаза и плачут над нами давно небеса зачем вы забыли законы любви землю разорили и души свои покайтесь скорее простите врагов пусть мир возвратится и божий покров я одно из твоих творений бесконечный творец любви мне открывшийся средь всем сомнений в жертве чистой христа крови пусть она будет не напрасной он страдал на кресте за меня замысел вижу я твой ясно чтобы вера спасла меня царь и псалмопевец давид жил на земле когда-то царь давид но умер он и прах его закрыт а то что сделал он живет в веках его псалтыри у миллиардах на устах он был простым из рода пастухов стада водил и небо было кров при свете звезд он бога познавал был кроток перед ним зато угроза львам он смело защищал своих овец как иисус наш пастырь и отец и сердце чисто его бог испытал на царство из среды народа взял сам самуил пророк им послан был или и божественный на голову излил чтоб смелую рукой водил народ и от него христос произойдет сражениях он на бога уповал с прощой на великана восставал мог плакать душу богу изливать был верным другом жизнь готов отдать он свято жил но согрешив притом покаялся оставив пятидесятый нам псалом чтобы и мы могли упав однажды встать покаявшись жизнь новую начать пока живем без бога грехи как будто спят мы в них купаемся но их не замечаем но только стоит к богу путь начать то эти змеи сразу выползают ведь бог есть свет и в этом свете зло тот час же видимо становится бог обличает пока мы с дьяволом живем он не чинить нам зло ведь мы его и он не нападает но если примем сердцем и христа то сразу же на путь борьбы вступаем ведь дьявол не желает нас христу отдать он место нам в аду приготовляет завистник он и клеветник и лжец свое пред богом потерял обличье был светлым ангелом но падший стал он без и злиться потеряв свое величие он нам завидует ведь образ божий нам дан от рождения его без не имеет и немощная плоть чтоб кается дана она скорбит теряет и болеет на поле битвы в сердце человека идет непримиримая война где борется христос за душу с дьяволом до смерти кому поможешь ты с тем будешь навсегда бог нам дал свободу выбора креститель длиной дорога в тридцать лет тебя вела к конечной цели святой божественный пророк с утробы матери доселе гонимый был ты с малых лет питаем ангелом в пещере в пустыне жил ты много лет и елокрид и дикий мед послушен богу в полной мере и вот дал бог тебе наказ иди крестить ты в ордане людей им покаяние час послал господь для оправдания путь приготовить чтоб прямой к приходу своего владыки и ты исполнил долг благой их обратил к спасению лихи духом святым ты предузнал кого крестить тебе придется спаситель миру богом дан чей свет сильнее всем раз чем солнце и ты в смирении перед ним склонил главу не поднимая я не достоин даже был чтоб развязать ремень сандалий оставь сейчас сказал христос нам правду надо бы на исполнить и ты крестил его пророк смиренно ни о чем не споря и глаз отца ты услыхал мой сын и в нем благоволенье и дух святой к нему слетал с небес как голубь белоснежный нет из рожденных женами как ты один из нового и ветхого завета узрел ты господа черты предтечий стал ему от века свою исполни в жизни цель к нему послал учеников ты чтоб не остались сиротой спасителю их передал ты царя ты смело обличил в грехе его сыродиадой и кротко голову склонил и получил зато награду сегодня вдруг на ум пришло я в доме не один со мной всегда мой добрый друг мой ангел небо сын помощник в добрых он делах и сохранит от злых несет молитвы к небесам за мертвых и живых его я чувствую душой защиту и любовь хочу не оттолкнуть грехом и не расстроить вновь когда она станет вдруг с землей мне расставание час надеюсь что хранитель мой мне вату пасть не даст святой ангел хранитель моли бога мне грешно на тридцать восьмой псалом давида сказал я буду наблюдать пути мои чтобы языком не согрешать обуздывать уста мои коль нечестивый предо мною даже о добром я молчал да коли был я нем безгласен подвиглась скорбь моя печаль воспламенилось мое сердце в мыслях моих пылал огонь скажи мне господи кончину чтобы я знал каков век мой вот дал ты дни мои как пяди ничто мой век перед тобой сколько ты дней моих назначил все суета пока живой и человек как будто призрак напрасно суетится он все собирает и не знает кому достанется но и ныне чего ждать господь мне надежда моя на тебя избавь меня от беззаконий безумным не предай меня я стал как нем уста закрыты заделал это только ты удары свои отклониты от поражающей руки если накажешь обличением за преступления людей краса исчезнет как от моли так суетен всяк человек услышь господь мою молитву и в нем ли воплю моему не будь к слезам моим безмолвен ибо я странником живу я как отцы мои пришелец ты хоть немного отступи чтоб мог еще я подкрепиться доколе не закончу исаии 53 глава как пропустили вы ее слова он четко миссии говорит что был презрен не привлекал вас его вид от божия святого отреклись а он все так же терпеливо ой простите но в гордости своей вы вознеслись от божия святого отреклись а он все так же терпеливо ждет когда его народ к нему придет склони главу горды иудей прочти слова пророка в книге сей в молитве к богу веру и спроси и в сердце господа к себе впусти узнаешь сразу сердцем ты его в пророчестве пророка своего он был изъязвлен и страдания нес да точно это был исус христос как был я слеп теперь то я узнал а он мои грехи себе принял страдал распятый мною на кресте прости меня господь за годы все которые тебя я презирал а ты меня так долго ожидал теперь склонил перед тобой главу другого я спасителя не жду обрати господи твой еврейский народ чтобы хоть остаток спасся твоя рука божественное слово пусть оградит людей от всяких зол чтобы они тебя приняли за основу их дух святой в твою обитель вел тоже рецензия и речекам была когда себе копаете могилу что ж воля вам свободная дана вас дух святой давно уже покинул то не его а ваша лишь вина но когда вы учением бесовским стараетесь и прочих заражать копаете вы братскую могилу бог может от греха вас удержать у бога методы свои сурово он долго терпит зато крепко бьет не принял кто иисуса за основу себе уже готовит эшафот притча о милосердном самолинине по евангелии от луки однажды подошел к христу законник его вопрошая что сделать чтоб прийти к отцу и встретить вечность среди рая ему вопросом на вопрос христос ответил как читаешь закон об этом говорит ты разве этого не знаешь всем сердцем бога возлюби и как себя другого тоже так поступай и будешь жить и сам господь тебе поможет а кто мой ближний он спросил ответом неудовлетворенный и эту притчу получив от господа стал просвещенный шел человек в Иерихон спускаясь из Иерусалима разбойником попался он в пустынном месте нелюдимом его ограбили они еще для верности избили и бросив умирать в пыли свою добычу утащили священник мимо проходил единородного увидел но лишь ускорил он шаги чтобы его кто не обидел левит полюбопытней был он подошел к нему поближе и мимо посмотрев прошел не стал несчастным он ближним самарянин же на осле на раненого натолкнулся и сжалившись над ним сошел чтоб помощь оказать нагнулся он напоил его водой омыл вином больные раны и леем чистым их смягчил хоть не еврей был самарянин и водрузивши на осла больного сам пешком пошел в гостиницу его привез чтоб был заботой окруженный и два динария отдал в уплату он за человека и возвратиться обещал чтоб доплатить еще монеты кто думаешь из этих трех был ближним этому бедняге кто милость ему оказал и этот ближний самарянин иди и так же поступай сказал Иисус нам помнить нужно что ближний наш тот для кого ты в этой жизни очень нужен святоотеческое толкование ну как я вот смогла прости господи если что то не так адам избитый человек передал нам гостиница храм для людей христа божественная церковь где лечат души от идей отступных грешных богомерзких а содержатели учителя священники и пастыри которым поручил господь всегда заботиться о пастве когда на утро он ушел воскресение и вознесение христова а два динария заветы один ветхий другой новый и наконец что обещал вернуться опять для расчета это о втором пришествии христа где он сведет со всеми счеты и будет каждому дано что по делам своим соделал будь ближнему самарянин всегда добро лишь людям делай помоги нам господи воскресший лазарь воскресший лазарь главным чудом был от всех времен что знали иудеи четырехдневного его бог воскресил сумел чтоб каждый во христа поверить бог показал что не противник он отцу но строгий исполнитель его велений из пророков тот что ждали уже столько поколений ну что ж народ что это наблюдал кто был попроще искренне поверил другие ж горькой злобой у дыша пошли и рассказали фарисеям и что же сделали сие учителя решили иисусу поклониться о нет убить и лазаря ответ их прозвучал мы их убьем и вера прекратится не думали слепые те вожди намерения свои осуществляя что покусились господа убить что жизнь дает и дарит счастье рая христос сказал я воскресенье и жизнь если кто умрет то вновь во мне воскреснет в раю со мной он будет вечно жить враги ж раскаются во фретище и пепле божественный пророк и исповедник несущий слово божье сквозь года все положил он на алтарь победы за душу каждую идет его борьба не доедает он не досыпает копейку каждую для бога бережет дом топит в прохолодь и днем он не дремает в сердце его к христу любовь живет для церкви православной он светильник что столько книг о боге написал в них ни фантазии библейской правды были слова написаны чтоб человек узнал читал и понимал христос спаситель грехи людей на крест голгофский взял Игнатий слово божьего учитель его господь в апостола избрал это я посвятила своему учителю от которого я обратилась Игнатию Тихоновичу Лапкину он мой духовный отец такого человека я в жизни никогда не видела я думаю это за многие тысячелетия такие люди один раз рождаются благослови его господь алтайский край аграрный край степная сторона возлюбленная родина что богом нам дана деревня потеряевка в краю алтайском есть там люди православные в них совесть ум и честь храни господь тебе храни пусть будут радостными дни печаль тревога вся уйдет душа мир с богом обретет прошедшей жизни суета сойдет как талая вода лишь только к господу стремись ведет дорога к жизни наводнение все что осталось от домов лишь крыша над водой виднеется где людям обрести свой кров куда они теперь поселятся все что копилось столько лет ушло под воду в одночасье теперь в один конец билет куда уплыло наше счастье но в горе ропот ни к чему надежду возложим на бога скорей помолимся ему есть у христа для всех подмога любой беде господь отец всем кто с надеждой призывает он любит страждущих детей им бескорыстно помогает покаемся в своих грехах что раньше мы безможно безбожно жили и пусть уйдет из сердца страх все временное в этом мире у нас есть вечный божий дом тот где отец нас ожидает и здесь получит все сполна кто господу попасть желает помоги господи людям которые потеряли свое жилье во время наводнений какое горе сейчас происходит в наше время затоплены целые города деревни господи помилуй проходит в пробках наша жизнь за руль лишь крепче ты держись какие нервы за рулем пока доедем доползем до цели уж назад пора и так и завтра и вчера и раздражает все подряд тот обогнал тот лезет взад и закипает все внутри а дома взрыв для всей семьи и ничего не изменить а хочется комфортней жить нужна машина успевать везде и всюду поспевать а получается отстой лишь в пробках жизненных простой это наши дороги как хорошо том что священник человек он облечен такой же бренной плотью и может сострадать другим ведь тоже падал в грех быть снисходительным ходатаем пред богом не зря господь позволил пасть петру чтобы других таких же принимая он помнил как пропел тогда петух если б не простил господь то не увидел брая не ангел батюшка это хорошо от страха перед ним не умираем когда на исповедь идем пред господа лицо он нам очистить душу мудро помогает немного пожурит отчаяться не даст для каждого найдет свое лекарство дал бог священникам здесь на земле грехи прощать иначе не увидим божье царство оружие прошло ей душу но духом божиим горя людей любовью одарила она отвергнувшись себя всю жизнь неся свой крест тяжелый став мамой господа царя в любое время быть готовой отдать любимое дитя за грех людей аборты войны за тех кто стоя у креста в шутке отвешивал поклоны прося с него сойти христа и все ж она не разлюбила людей что во грехах живут и сына к милости склонила как всем кто молится ей тут и после крестной смерти сына матерью стала для других она апостолов любила всех как детей своих родных и с ними до своей кончины была в молитвах и трудах больным и нищим помогала молилась о них в слезах и в долгожданную кончину душою к сыну вознеслась и взял к себе и он тело та весь по миру пронеслась и нам покров свой благодатный всем посылает с облаков кто с верой молится и свято и господу служить готов это о нашей Пресвятой Богородице Марии Бутиной посвящается смирение вот это сила и в нем рождается любовь с терпением переносила свои страдания ты вновь девушка кроткая Мария ведь мы с тобой земляки как за границей трудно было тебе прощать людей грехи ты в испытаниях стала крепче в тюрьме ты веру обрела не потеряла человечность в друзей врагов приобрела и вынеся духовный опыт зачем тебе такой крест дан людям с отеческой заботой несешь ты врачевство от ран хочу быть верной всегда хочу быть верной везде и пусть преграда стена но я лечу на кресте свет божий светел и чист все освещает кругом как яркий солнечный луч нас согревает теплом хочу душой не стареть и быть всегда молодой на мир несчастный смотреть сквозь призму любви неземной в страданиях невыносимых боль она приходит и уходит и мысли страшные порой на обладателя наводит как выдержать не потерять ту веру что всегда спасала в отчаянии не разорвать цепь жизни став себе кинжалом в молитве ко Христу склонись и он услышит и поможет покажется другую жизнь и зло повергнув уничтожит смятение у нас в душе словами б божьего писания сотрем покаявшись тварцу придем в дом вечный мироздания раздаются мерно стуки в тишине и роняют губы звуки при луне на молитву встану ночью благодать чтоб хоть чуточку к Иисусу ближе стать огоньки сияют ярко за окном а душа все ждет Иисуса радость в нем и роняет свечка слезы в темноту дарит мне она ночами теплоту и горит как будто в сердце огонек что-то доброе из детства путь далек и омоют душу слезы как дождем и не важно что морозы за окном душевной скорби утомим стою в молитве пред тобою тебе я душу всю открою с тобою я непобедим я чувствую господь ты рядом и держишь за руку меня из сердца тяжесть убежала Христос помог и счастлив я напрасны сатаны старания грехами душу оскверни Иисус сильней он оправдание даст верным всем на небе жить это о нераскаянных грешниках живут при жизни без Христа и в церковь никогда не ходят и даже дома ни за что о нем и речи не заводят не молятся не говорят они о Господе воскрешен и умирая идут в ад не примирившись в мире здешнем зато уж кто остался тут их чин по чину провожают кого-то в церкви отпоют кому-то на дом приглашают но наш Господь он как магнит к себе лишь верных принимает кто его в жизни возлюбил те только в рай и попадают и хоть запойся замолись ты о почившем люди грешном душа их ваде вопиит а времени зазря прошедшим покаемся пока живем пока еще спасение время и примиримся со Христом нам в рай тогда откроют двери наш праотец адам один для всех но разная в нас вера посеял враг обман людей он обольстил чтоб верили не в Бога а в химеры желание у меня всего одно чтоб люди с верою Христа приняли спаслись чтоб в нем другого не дано посредник он меж Богом и созданием он настоящий Бог и человек что примирил в себе две ипостаси спастись с ним сможешь человек вовек то лишь в твоей и вместе с Богом власти я знаю злобу тех кто истину скрывает отец их дьявол лжец убийца льстец и пусть здесь на земле нас гонят убивают нам заготовленный от Господа венец здесь вера на земле от места от народа но может каждый Господа принять от слышания вера будь душой свободной получишь ты от Бога благодать послушай сердце пусть оно подскажет ведь совесть дал великий наш творец приди о сын тебе с любовью скажет восток и запад вечный спор о Боге тайнах мироздания разные уклады кругозор обычаи упования но странно это как когда о Боге истина забылась мы дети одного отца от ноя все мы возродились пусть хам от Бога отступил раз заповедь его нарушил но ведь о нем он не забыл и ханаана и ханаана боги слушал с веками был потерян страх и зародились суеверия был рядом демон не дурак своей добился злой он цели гордыня выросла в груди людей я сам всего достигну свою исполню жизни цель и памятник себе воздвигну но грянет гром и в уголок забьется жалкая душонка ох громовержец ты мой Бог трусливий жалкого зайчонка потом телец астарта тор бог песьих мук какая малость весть о спасителе христе волной по миру пробежалась и разделился мир на две враждующие половинки кто принял слово о христе и те в чьем сердце злоба льдинки и среди этих и других так много отошло течений что трудно истину найти среди различных увлечений там ересярия вкралась учение николаитов и ведь за ветвью отсеклась глаза осталось открытой но светит истинный огонь в Иисуса православной церкви кто верит тот его найдет бог приведет того поверьте кто хочет истину найти сверяйся с библией учением там путь которым нам идти в град божий вечного спасения придите хам сим и афет вас ждет к себе Иисус спаситель избавит вас от ложных сект лишь он один ваш искупитель и только лишь через него дорога в небо творится спаситель он для всех людей кто веру с ним примириться за тех он умер и воскрес заблудшим даровав спасение их поручил ему отец наш бог царь вечного нетленья и суд над миром сыну дал о горе кто его не принял ведь ждет их после смерти ад зубовный скрежет мрак могильный живу уже я много лет склонялись в озеро закаты встречала с солнцем я рассвет возле своей старинной хаты года текли как молоко звенели надо мною трели дышалось радостно легко в саду красиво птицы пели душой я верю не умру и все что думалось любилось внутри себя я сберегу коль обрету господню милость и вырвавшись из тлена ков войду в торжественную вечность и будет аллилуйя хор петь с ангелами бесконечно и я пророк и не вот на чистовик Перепечатываю сразу на страницу стихи Руа Сейчас черновики читаю Поэтому иногда получается оказий таким Илья Пророк В девятом веке, еще до Рождества Христова В Израиле жил нечестивый царь Ахав Женился он на седонской царевне Изавели И перед Богом был в своих делах неправ Жена его Ваалу поклонялась И мужа убедила своего Он храм ему воздвиг и насадил дубравы Совсем забыв про Бога своего В те времена восстал пророк Илья Фисвитянин Он ревностью пылал, лишь Саваоф есть Бог Со смелостью Ахава обличал он Но тот свою жену лишь слушать мог Тогда Илья как Господу взмолился И небо затворилось для дождя А сам по слову Божьему укрылся В пустыне он у чистого ручья И вороны еду ему носили И хлеб, и мясо по утрам и вечерам Но высох от жары ручей в пустыне И Бог его в Сарепту к вдове послал Видать она была благочестива Что выбрал из людей Господь ее К пророку она милость проявила Отдав все пропитание свое Но масло в кувшине не истощилось И в катке приумножилась мука Великая божественная сила Рукой пророка сотворила чудеса И когда сын вдовы внезапно умер Над нею сжалился божественный пророк И снова Бог по Илии молитве Умилосердился, воскрес ее сынок Прошло три с половиной страшных года Уже с тех пор, как не было дождя На солнце выгорела вся природа Растрескалась иссохшая земля И Бог опять послал Илью Кахаву Чтоб он собрал всех на горе кормил Там четыреста пятьдесят пророков Ваала было А Илья пророк был лишь один И сказал Илья пред всем народом Да коли будете еще хромать Или признайте Господа вы Богом Или Ваала можете признать И чтобы велась Господа знаменья Он повелел, чтоб привели тельцов И одного отдал жрецам для приношения Второго Господу был принести готов Но только лишь огня не поджигайте Кто истинный есть Бог, тот жертву сам сожжет И в выступлении жрецы весь день скакали Малевала, пусть огонь сойдет Они себя кололи и кричали А Илья над ними все шутил Наверное, спит ваш Бог и ничего не знает А сам свой жертвенник из двенадцати камней сложил И положил дрова Показал, что он один во всей вселенной А у жрецов Ваала лживый Бог Поймайте всех до одного Их нужно уничтожить, чтоб лжеучение не распространилось вновь Повел их на поток кессон и смыли воды с пророка нечестивую их кровь Была на Ильи рука Господня И он сказал Ахаву на горе кормил Сегодня дождь пойдет И сжай домой скорее А сам его бегом опередил Все рассказала Ахава и Завели Что сделал Илья, и что пророков он убил И в бешенстве она его казнить велела И прочь пошел пророк И дух его уныл И даже возжелал себе он смерти Но Бог его утешил, пищу дал Ему явился в тихом веянии ветра И в утешении слова сказал Оставил я себе семь тысяч верных Колени чьи не преклонил вал И их уста его не лобызали Пошел оттуда Илья, и Элисей отыскал Везде водил пророк его с собою По суху перешел через Аордан И в кольничнице огненной над головою Живьем перед Элисеем был он взят С тех пор прошли уже тысячелетия И близится жизнь на земле к концу Вновь Илья, пророк, сойдет на землю Чтобы обратить родной народ к Творцу И снова по его святой молитве Дождь прекратится, снег не упадет И обличенный Ильей Антихрист Сразится с ним, и Илью убьет Но через три дня пророк воскреснет И явится знамение Креста И Иисус, когда-то за людей умерший Придет судить за злые их дела Молились с дочкой вечерком И вдруг открылось мне Что с ней мы вовсе не вдвоем А более вдвойне Что рядом ангелы стоят Молитвы вознося Они ликуют и поют Что славим мы Христа Тепло так стало на душе Мой ангел не один Он вместе с дочкиным поет Небесный Божий Сын Как нам им вместе хорошо И незачем грустить Пока все вместе мы живем Нам хочется любить Домашней церкви огонек Объединяет нас Дай Бог, чтобы этот добрый свет Вовеки не погас Спаси Христос Так долго вы меня слушали Благодарю вас До следующих встреч с вами С Богом Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok